здорово друзья с вами мамонт в этом видео будет важная информация и промокодики усаживайтесь поудобнее и приятного вам просмотра первое разоблачение мифа второе когда патч 023 2 третье где получить бесплатно промокоды от stand of 2 кстати на моем пусти канале есть бесплатный контент нажимаете лентам все посты доступные мне ну а если тебя интересуют покупки и продажи или что закупать когда выйдет пас на рынок тогда приобретай платные подписки ссылочка будет в описании во вконтактике недавно опубликовали интересный пост якобы акс лэболт ограничили доступ stand of 2 на территориях финляндии и сша и польши потому что супер сел поступили так с россией но это фейковая информация потому что акс лэболт осознанно вот у них есть башка голова они понимают что школьники никак непричастны к всему что происходит при чем тут игра зачем блокировать игру это глупо вот заблокировали суппл с России, да? И что поменялось? Что изменилось? Просто дети теперь не смогут играть в Supercell. Туда даже и донать нельзя было. Какой тогда смысл было блокировать? Пятилетние-десятилетние дети теперь не смогут играть. А донатить они и так не могли, потому что это было заблокировано самим плеймаркетом. Так в чем смысл тогда было блокировать Brawl Stars? Объясните. Ну, Supercell там, получается, Clash Royale, Clash of Clans, Brawl Stars, все остальные игры, которые связаны с Supercell-компанией. Ну, я не хочу затрагивать политику, но это максимально глупо. Я понимаю какие-то другие ограничения, но игры это же самое безобидное. Просто детки играют в игры. Кстати, в этом ролике спрятан промокод и два секретных слова. Если вы найдете два секретных слова и напишите мне их в Telegram со своим ID, у вас есть шанс получить еще промокод. Поэтому ищи промокодик и секретные слова. Когда выйдет патч 0.23.2? После моего прошлого видеоролика начали задавать вопросы. А где патч? А почему он не вышел? А когда он выйдет? Ну, во-первых, я не разработчик. А во-вторых, как только я узнаю малейшую информацию про любую новость, про любой патч или обновление, у меня сразу же по этому поводу выходит новый видеоролик. Поэтому подписывайся на канал, ставь лайк и делись с друзьями, чтобы всегда быть в курсе свежих новостей. Тем более, ты всегда будешь знать, что добавят в ближайшем обновлении. Я разгадываю кучу секретов и пасхалок к следующим обновлениям. Кстати, так же было и с 0.23.0. Я угадал, что будет стилит, я знал, что это будет итальянское обновление, я знал, что это будет рыцарское обновление, ну и многие прочие подробности. Вы можете посмотреть мои старые ролики, чтобы убедиться в том, что я говорю правду. Единственное, где я ошибся, это заложники. Но я думаю, что разработчики все-таки в будущем добавят заложников. Возможно, это будет шестой сезон, ну или уже в 24-м году. Потому что просто так, такие отсылки не оставляются. Я думаю, что это отсылка именно на заложников. То есть он говорит, help me, то есть помогите мне, я за решеткой, освободите меня. Это отсылка на заложников. Но что-то, возможно, пошло не так, и разработчики не выпустили этот режим в 0.23.0. Возможно, это будет уже в 0.25.0, ну или же в следующем году. Если ты сюда пришел за промокодиками, самое время узнать, где их получить. Естественно, в моем телеграм-канале. Я разыгрую на ютубе и на телеграм-канале промокодики. В этом видео будет спрятан один промокод, и в моем телеграме можно будет получить один промокод, просто подпишавшись на него. Поэтому ссылочка в описании, залетайте, там еще очень много розыгрышей, раздач, и даже голду раздаю. Ссылочка в закрепленном комментарии и в описании. Недавно моему подписчику не вернули ММР за отмененную каточку. Он обратился с этим ко мне. Я это передал разработчику, и это все пофиксится. Но если у вас случилась подобная ситуация, когда отменяются катки, вам должны вернуть ваш ММР, который вы потеряли, ну или отобрать ваш ММР, который вы заработали в катке с читером. Если этого не происходит, ссылочка на поддержку в описании. Обязательно туда обратитесь. Но перепроверяйте, пожалуйста, уверены ли вы на 100%, что у вас что-то там не сработало или залагало. Нужно вам привести пример, чтобы вы поняли. Например, у вас пропало 100 голды, и вы сразу же бежите в поддержку, написать, что у вас нет 100 голды. И вы даже не проверили историю покупок или продаж, а просто пошли сразу же писать разработчикам. В таком случае разработчики проверят ваш аккаунт и поймут, что вы соврали, потому что вы купили какой-то скин за 100 голды и забыли об этом. Из-за такого вы можете попасть в черный список техподдержки, поэтому будьте внимательны, по каким поводам вы пишете. На этом все. Не забывай, что все ссылочки в описании. Спасибо за просмотр и посмотри вот это видео, которое вылезло на экране. Там очень много подробностей про следующее обновление, про всякие факты, фишки и легендарные моменты. Приятного просмотра.